МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ожидания длиной в четверть века жители частного сектора почти отрезаны от цивилизации. Причина проста – нет дороги. Кто решит извечный вопрос? Ответ уже буквально через минуту. Главные итоги четверга подводят наши корреспонденты. Я Вадим Щеглов. Смотрите сейчас. Бобруйск на голубых экранах. Культурная столица 2017. Вошла в цикл передачи «Города Белоруссия». Со съемочной группой пообщалась Мария Бересневич. За отсутствие прав, лишение свободы – очередное новшество для автомобилистов. Зачем? Батерфляй, вольный брас или кроль в Бобруйске прошло открытое первенство городской спортивной школы по плаванию. За стартами будущих чемпионов наблюдала Ангелина Дикон. Болото вместо проезжей части, сбитые тротуары и забрызганные грязью заборы. На окраине Бобруйска уже не первый год ведут настоящую войну хотя бы за нормальную дорогу. Неясно, сколько бы все это продолжалось, не позвонив с тревоженной проблемой зрителей на нашу горячую линию. Почему в крупном городе пешеходы вынуждены ходить по лужам, а машины то и дело вязнут в глубоких ямах? Елена Кутузова выслушала обе стороны. Олеся Лиховчук с 8-месячным ребенком лавирует среди огромных луж. Обычная прогулка вызывает у молодой мамы неудобства. Приходится на машине выезжать в другой район. А ведь так хочется насладиться материнством, пройтись пешком и подышать с малышом свежим воздухом. Мешают плохие дороги. Вроде и живем в экологически чистом районе, а нет возможности гулять. И мы со страхом ждем зимы, весны и осени, потому что это осадки. Вместе с Олесей обеспокоены состоянием народной тропы все жители улицы Прилукской, той, что пролегает параллельно поселку Березина. По словам местных, на балансе города они уже 16 лет, а здесь даже указателя нет. О существовании горе-дороги не знают в скорой и других жизненно важных службах. Нет ни одного указателя. В городе все существует, указатели здесь нет. Качество местной дороги можно определить по кадрам трясущейся картинки на ваших экранах. От безвыходности местные жители вынуждены прокладывать свой маршрут через пахотное поле. Лично Яна считала здесь семь наезженных дорог. На так называемом Луковском поле не только ездят, но и ходят. Старожилы считают злополучную дорогу нужно перенести подальше от домов. Дорога-дорога. А как ходить и ездить на велосипедах многие сейчас пользуются. Как разойтись? Машине надо проскочить через лужу на большой скорости, а здесь идут люди, пешеходы. Поэтому дорога должна быть не здесь, а она перенести. Олег Липовка ездит по Прилукской по нескольку раз в день. Водитель маршрутного такси вынужден ремонтировать свой микроавтобус чаще положенного. Ходовая выходит из строя. Вот и сегодня только с ремонта. А зимой сколько мандистрасов уже порвали, вытягивая машины, так это можно целую историю рассказывать. У зятей автобус провалился полностью, на мост сел, все, КАМАЗ вызывали, чуть выдернули. Машины застревают и ломаются. Но ведь не каждый может позволить себе такое благо. Что уж говорить об обуви. Без резиновых сапог здесь никак. Добраться до соседнего шестого микрорайона для школьников – настоящее приключение. Она в семь часов выходит для того, чтобы за 500 метров дойти до школы. Она идет целый час. И со всеми книжками, и сапогами, и сменной обувью, и все остальное несет с собой. Со слов местных, проблема с дорогой, да и вообще с благоустройством района существует уже 26 лет. Куда только не писали жители Прилукской. Кипа официальных обращений и ответов, но желаемого результата все нет. Для отмазки высыпали. На переулке была яма глубиной 50 сантиметров 10 тонн. А остальные два куба высыпали в переулке. Я поравнял, но толку мало. Грунтовые дороги грейдируются по мере необходимости. По словам Бокдепа, последний раз там проходились 22 ноября. Все городские службы в унисон сетуют на погоду. Осадки мешают прохождению техники. Но все же ситуация исправится. В нашем случае по Прилукской, конечно, нужно добавлять материал, ПГС. Посмотрим, если у нас карьера отпустит по-будростройски. Может быть, ПГС обогащенный. Отсыпем. Ну, будем смотреть по обстановке. 88-летний Василий Иванович Машнев – участник войны. В 43-44 годы с отцом был в составе действующей армии. Освобождали Киев. Носитель ордена Отечественной войны второй степени обращался в жилкомхоз, чтобы помогли благоустроить переулок. Ответ обещали дать дополнительно. Дождь пройдет или что? Тут вообще не пройти. Как по болоту идешь, понимаешь? Не проехать, не пройти. Существует необходимость, в первую очередь, выполнять работы по улицам, где происходит движение общественного транспорта, автобусов, троллейбусов, для того, чтобы обеспечить людей комфортным проездом. Дорогу, на которую рассчитывают жители Прилукской, построят, видимо, не скоро. Для этого нужен проект и средства. Чтобы положить асфальт, первонаперво нужно сделать основание. Сегодня его нет, возможно, в этом и кроется общее горе. Олеся же с малышом, судя по всему, так и придется прогуливаться в центре. Елена Кутузова, Дмитрий Шевцов, Иван Боровой. Сегодня Бобруйский. Стали очевидцем происшествия? Бьете с надрешением наболевшей проблемы? Есть эксклюзивные кадры. Корреспонденты Бобруск-360 готовы выехать на место событий прямо сейчас. Телефон горячей линии на ваших экранах. Шура Балаганов, Эфраим Сивелла и Абрам Рабкин. Чем еще запомнился этот город на берегу Березины? Бобруск стал одним из главных героев цикла «Города Беларуси». Что так заинтересовало съемочную группу телеканала «Беларусь-24» выясняла Мария Бересневич. Снять фильм о чужом городе – дело непростое. Здесь важны истории каждого места и смысл каждой детали. Перед приездом в Бобруйск Елена Домеева изучила город от а до я. Ведущая программы целиком и полностью погрузилась в его культуру, судьбу и историю. Перед тем, как приехать сюда, естественно, я прочитала книгу «Легенды инвалидной улицы» и поплакала, посмеялась и влюбилась в город. Ледовый дворец, площадь Победы, крепость и не только. Журналисты из Бреста за три дня посетили топ 25 самых заметных мест города. Какие именно достопримечательности войдут в программу, пока неизвестно. Но одно не вызывает сомнений. Сюжет о Бобруйске не обойдется без его главного персонажа. Дружище бронзовый Бобер Самуилович. Светский франк, как Дэнди лондонский одет. Бобруйск, признается съемочная группа, город колоритный, самобытный и высококультурный. Да и горожане, что немаловажно, встретили с любовью и радушием. Неспроста в него спешили и дети лейтенанта Шмидта. Город понравился. Он действительно очень интересный. С одной стороны, в нем много юмора, смеха, с другой стороны, огромное количество печали и боли. О фактах, событиях и истории седьмого по величине города в стране уже скоро расскажут с голубых экранов. Премьера на телеканале «Беларусь-24» состоится в конце января. Города Беларуси – Бобруйск. Специально для телеканала «Бобруйск-360». Мария Бересневич, Иван Боровой. Сегодня в Бобруйске. Санкции против бесправников. Приватизация станет привлекательной и за посылкой по талону. Далее обзор самых заметных заголовков в городе и стране. Очередные нововведения для автомобилистов, бесправников, севших за руль без документов повторно, предложили арестовывать. Такая норма предусмотрена поправками в Кодекс об административных нарушениях. Сегодня законопроект приняли депутаты во втором чтении. Сейчас санкции за это правонарушение предусматривают штрафы от 5 до 50 базовых величин. В денежном выражении это от 115 до 150 рублей. В Беларуси изменят процедуру приватизации госимущества. В парламенте приняли поправки в соответствующий закон. Основная новация документа – уменьшение срока исковой давности по приватизационным сделкам с 10 до 3 лет. Также и закон убрали плановость объектов приватизации. Кроме того, предлагается изменить порядок формирования первоначальной стоимости объекта госсобственности. Теперь она будет определяться по рыночным ценам. Такие изменения, по мнению депутатов, помогут привлечь в экономику дополнительный капитал и защитить права собственности инвестора. В Центральном почтовом отделении заработала электронная очередь. Эта технология уже не новая для города. Она успешно используется в банковских отделениях. Заказать талончик несложно. Нужно только выбрать на терминале операцию, которую нужно произвести, и дождаться приглашения к оператору. Это сделано для удобства клиентов. В период массовой оплаты коммунальных платежей в отделении, как правило, много людей, в том числе пенсионного возраста. Это нововведение решило проблему, уверены сотрудники почты. 300 спортсменов и старт в 50 метров. В Бобруйске прошло открытое первенство городской спортивной школы по плаванию. В этом году вместе с будущими олимпийцами в своей категории выступали и так называемые пара олимпийцы. С участниками турнира перед стартом пообщалась Ангелина Дзикун. Лазурная вода, спортивный настрой, десятки зрителей и всего один шанс проявить себя. Девятилетняя Виолетта Соловей в плавании второй сезон. Начинала держаться на воде при помощи нарукавников и жилетов. Сегодня без плавательных средств не только покоряет дистанции любимым кролям, но и ныряет с вышек. Весомых наград пока нет. Виолетта закаляет характер и запасается терпением. Я занималась четыре раза в неделю, иногда по полтора часа, иногда по часу. Я хочу, чтобы в этих соревнованиях я хотя бы второе заняла. Вместе с Виолеттой на турнире почти три сотни спортсменов из Осиповичей, Могилева, Жлобина, Солигорска и Бобруйска. Мальчики и девочки стартуют кролем. Мужская часть лидирует. Отличный результат уже с первого заплыва. У Стаса Мильникова 50 метров за 30 секунд. Могилевченин признался, брас ему ближе в сложном стиле. Десятки наград. В этом году я уже ездила в Москву, ездила в Испанию на чемпионат мира. В Испании я заняла четвертое место. В этом году в турнире приняли участие дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата и так называемые ментальники с собственными отклонениями. Дисплазия ног Марии Амарашвили определила судьбу спортсменки много лет назад. Врачи позволили заниматься лишь плаванием. Сегодня у девочки в 11 лет уже третий разряд. Нужны сколькости техники. То есть нужно плавать быстро и при этом правильно. Как рассказали организаторы, плавание – спорт для терпеливых. Ведь далеко не каждый может выдержать многочасовые заплывы от бортика к бортику. Турнир – встреча лучших из лучших. Это не только возможность проверить себя, но и что-то доказать. Самому себе, окружающим, родителям показать, что они никогда не будут нытиками. Это что касается детей, которые участвуют в соревнованиях, как паралимпийцы. Баттерфляй, брас, вольный стиль и на спине. В каждом виде судьи определят лучших и вместе с дипломами. Сильнейшие пловцы удостоятся путевок в сборную области. Ангелина Дикон, Дмитрий Шевцов. Сегодня в Бобруйске. Ну а такими итоги уходящего четверга увидели наши корреспонденты. Я, Вадим Щеглов. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо.